Всем привет! В этом ролике я расскажу про 15 лучших, по нашему мнению, RPG и экшен-RPG игр, с видом от первого лица. На удивление, подобных игр оказалось не так много, как хотелось бы. Поэтому в ролик я добавил самые годные игры, которые вышли за всё время. А начну я с iDivine Cybermency. Это отличный RPG-шутер, которому для широкой известности не хватило бюджета и опыта. Перед нами типичная инди-игра. Интересные идеи и нетривиальный игровой процесс соседствуют со слабым техническим исполнением. Но даже в таком виде игра увлекает, потому что здесь есть главное. Атмосфера настоящего киберпанка, богатая на возможности ролевая система и нелинейность. Здесь мы выступим в роли одного из членов странного секретного общества, которое пытается бороться с могущественной федерацией, коалицией нескольких миров и планет, управляемых жестоким диктатором. Здесь мы будем в самом центре братской войны, полной политических заговоров и попыток захвата власти. Внешне игра во многом похожа на первый Deus Ex, Warhammer 40k и System Shock, но только визуально и тем, что это киберпанк. Всё остальное же по геймплею очень сильно отличается. Игра нелинейна, и в ней есть много выбора, который бесповоротно влияет на сюжет. Серия Borderlands. Серия удивительных и безумно фантастических экшенов с элементами РПГ, где интересные персонажи и истории вплетены в классический шутер от первого лица. Никогда ещё убивать врагов и обыскивать ящики с их добром не было так интересно. Здесь нам предстоит исследовать планету Пандору, а в третьей части нас отправят из-за её пределы. Сами разработчики называют своё творение RPG-шутер, поскольку обе составляющие и шутерное и RPG играют здесь большую роль. Сам геймплей очень схожий с MMORPG играми, а персонажи отличаются между собой не только внешне, но также навыками и способностями. Мир и квесты здесь статичны, зато оружие генерируется в самых непредсказуемых вариантах, достигая миллиардов возможных комбинаций. Это приводит к появлению таких необычных стволов, как пушка, стреляющая пушками, автомат, который при перезарядке взрываются и других не менее причудливых образцов. Дилогия Дисонор Дилогия стелс-экшенов с видом от первого лица, в которых также присутствуют RPG-элементы. Эти игры отличаются необычным сеттингом и грамотным смешением геймплейных механик. Здесь можно комбинировать стелс с открытыми сражениями и использование сверхъестественных способностей, за счёт чего существенно повышается вариативность прохождения миссий и степень погружения в игровой мир. События игры происходят в антуражном стимпан-городе. Главный герой – королевский воин. Он получает сверхспособности и пытается отомстить врагам короны и спасти принцессу. Во второй части можно выбрать главного героя. Этот выбор будет кардинально влиять на стиль прохождения, количество экшена и крови. А если хочешь поиграть во что-то с друзьями, то обрати внимание на бесплатную игру про Россию NextRP. Это ролевая онлайн-игра в жанре приключенческого боевика, где мы в роли обычного жителя будем подниматься из самых низов среди таких же игроков из стран СНГ, в большом открытом мире, созданном на основе реальных городов России и режимом роли-плей. В игре много разностороннего контента. Здесь воссозданы почти все госструктуры, от полиции до мэрии, и есть возможность создать или вступить в клан. Можно устраивать гонки, поднять денег и купить недвижимость, найти подружку, жениться и жить вместе. В игре присутствует огромный выбор самых разных машин с возможностью их тюнинга, а также сюжетная линия. Ну а разработчики постоянно добавляют новый контент, устраивают розыгрыши и разные ивенты. Так что зови друзей, скачивайте игру по ссылке в описании и вливайтесь. Fallout 3.4 и New Vegas. Серия Fallout сразу всплывает на ум при упоминании RPG. Однако первые две части являются классическими изометричными ролевыми играми. Начиная с третьей Fallout, линейка ушла в сторону приключенческих экшн-рпг от первого лица. Правда, есть возможность переключения и на вид от третьего лица. Для тех, кому не понравилась третья часть, Obsidian сделала Fallout New Vegas, который возродил дух оригинальных игр, но с видом от первого лица. В четвертой части разработчики еще больше расширили уже имеющиеся игровые возможности. Теперь оружие и броню можно крафтить и модернизировать. Появились новые элементы экипировки. Есть возможность построить собственное поселение выживших и всячески развивать его. И все вроде бы в четвертой части хорошо, но отчего-то я так и не смог пройти ее до конца. Хотя пытался два раза и каждый раз забрасывал где-то в середине. Интересно, я один такой или ты тоже не смог осилить четвертый Fallout? Cyberpunk 2077 был самой ожидаемой игрой 2020 года, и хайпа CD Projekt Red нагнала знатного. А на выходе сам знаешь, что получилось. Но ситуация сейчас совсем другая. Игра более оптимизирована, и многие баги давно пофиксили. И всем, кто отложил игру до лучших времен, я могу сказать, что уже можно начинать играть. Что касается самой игры, то огорчил очень короткий основной сюжет, чрезмерное количество мата в локализации и второстепенные квесты из разряда «Приди, убей». Однако, несмотря на недостатки, качество истории на уровне. Это история, в которой ты понимаешь мотивацию персонажей и реально сопереживаешь им. При первом прохождении концовка просто выжимает из тебя все эмоции. Deus Ex – Mankind Divided Продолжение Deus Ex – Human Revolution, где мы вновь возьмем на себя роль Адама в суровом мире будущего. События начнутся спустя всего два года после событий Human Revolution. Работать теперь мы будем на правительство в антитеррористическом отряде. В игре присутствует не огромный, но все же открытый мир с разнообразными локациями и множеством вариаций прохождения. Игру можно пройти полностью в стелсе, никого не убивая, или косить всех подряд. Разумеется, у каждого подхода будут свои последствия. Миссии можно выбирать, а их цели могут конфликтовать с интересами группировок, в которых состоит герой. Если коротко, то это отличное РПГ от первого лица, сорвавшее кучу наград. Внимание к деталям, атмосфера киберпанка и вариативность прохождения заданий – лишь часть ее преимущества. Kingdom Come Deliverance РПГ с большим открытым миром, действие которой разворачивается в средневековой Европе, где люди сражаются за власть и жизнь. Сюжет достаточно хорошо приближен к реальности, и здесь нет фэнтези-элементов. Событие разворачивается в 1403 году. Игра совершенно нелинейна, и мы можем быть как героями, так и злодеями, а действия сюжета перекликаются с настоящими историческими событиями. В игре нет четкого разделения на классы, поэтому можно развивать персонажа в любом из множества направлений. Графика не самая продвинутая, но все равно красивая. Местами виды завораживают. Это одна из тех игр, в которых есть быстрое перемещение, но им не хочется пользоваться. Сюжет интересный, размеренно подается и даже с неожиданными поворотами. Персонажи яркие, запоминающиеся, некоторые даже станут родными. Боевка необычная. Стрельба специфична, но тут главное привыкнуть, и тогда начинаешь получать от нее нереальное удовольствие. Vampire The Masquerade Bloodlines Одно дело убивать вампиров, как Ван Хельсинг, но совсем другое влезть в их шкуру. Эта игра отправит нас в вымышленный мир тьмы, где втайне от людей существуют оборотни, вампиры и другие монстры. Они пытаются выжить, выясняют отношения между группировками, сражаются за власть и плетут интриги. В общем, от скуки не страдают. Игра выделяется высокой нелинейностью. С самого начала перед нами открываются различные пути прохождения, которые в итоге приведут нас к одному из нескольких финалов. Геймплей же включает стандартные элементы для жанра, но выполнены они в соответствии с вампирской тематикой. И поэтому игра смотрится свежо и по сей день. Надеюсь, разработка второй части не загнется, и игра наконец-то выйдет в этом году. Ziv Последняя на сегодня часть знаменитой серии, повествующая о приключениях вора по имени Гарретт, выполненная в жанре стелс-экшена от первого лица с примесью RPG элементов. По сути, это полноценный перезапуск серии, в котором реализованы многие классические фишки, а также добавлены новые. Мир игры совмещает собой эстетику викторианской эпохи с большой примесью стимпанка. В основе геймплея, помимо стелс-составляющей, стоит возможность выбора. В частности, все уровни имеют несколько возможных путей прохождения, зачастую неочевидных на первый взгляд. Помимо основных сюжетных заданий, Гарретт может заниматься нахождением и кражей несюжетных вещей и предметов. Если же его заметят охранники, то расплата неминуема. Все-таки наш персонаж не крутой герой боевиков. Аркс Фаталис Старый RPG, который забросит нас в фэнтези-мир Экзоста, который пережил катаклизм. И люди, а также другие расы, населяющие Экзосту, на время забыли о вражде и переселились в старые горные шахты, построив там целые подземные города. Но перемирие длилось недолго, и постепенно мелкие междоусобные стычки начали перерастать в целые войны. Главному герою, безымянному заключенному, придется спасти это место от надвигающейся угрозы. К особенностям игрового процесса относится уникальная система заклинаний, взаимоотношения между группировками, на которые влияют наши действия, крафтинг и полное отсутствие диалогов. Мир поделен на 8 ярусов, на каждом из которых имеются свои локации, противники и персонажи. Врагов здесь немало, как и разнообразного снаряжения для их убийства. Кроме того, в игре есть несколько школ магии. Интересна здесь и сама реализация колдовства. Чтобы создать заклинания, нам нужно мышкой рисовать правильные руны. Dark Messiah of Might and Magic Эта игра по вселенной Heroes of Might and Magic является идейным наследником Arx Fatalis. Сюда прикочевала боевка и некоторые ролевые элементы. Сюжет перенесет нас в фэнтези-мир, в котором ученик могущественного мага ввязывается в события, которые приведут его к спасению или уничтожению мира. Игра выделяется продвинутой для тех лет физикой, дотошным вниманием к деталям, нелинейным сюжетом и впечатляющей боевкой. Открытый мир отсутствует, хотя на локациях можно найти массу секретных мест. Несмотря на то, что в целом прохождение игры весьма линейно, в некоторых моментах у нас будет право выбора, как в плане прохождения локации, так и в плане сюжета. Серия The Elder Scrolls А также боевке, персонажам и разнообразному геймплею, которые включают не только убийство монстров, но и вступление в различные гильдии, прохождение проработанных второстепенных квестов и многое другое. Дилогия Legend of Grimrock Эти игры отличаются от прочих РПГ из этого ролика. Вместо одного героя, здесь мы управляем сразу целой командой, высаженной на таинственный остров, недра которого скрывают множество пугающих тайн и опасностей. А весь игровой процесс пошаговый. Первая часть была тепло принята критиками и игроками, и второй удалось удержать планку качества. В играх нам предстоит выживать, исследовать подземелья, прокачивать навыки, решать головоломки и заниматься другими делами. В общем, всё в лучших традициях РПГ, но с иным взглядом на ключевые механики. The Outer Worlds Научно-фантастическое РПГ от разработчиков Fallout New Vegas. Сюжет посвящен пассажиру космического корабля, который, пробы в Криокапсуле 70 лет, начинает приспосабливаться к новому миру. И по канону жанра, он оказывается впутан в глобальный заговор. Игра порадует нелинейным сюжетом, системой спутников, красочной графикой и тем фактом, что у героя есть и недостатки, которые сделают геймплей интереснее. Серия Сталкер Серия, которая пока что состоит из трёх основных РПГ-шутеров с элементами хоррора, позволяющих свободно исследовать огромную зону, которая представляет собой альтернативную, более мрачную и опасную версию реальной зоны отчуждения. По здешней зоне разгуливают самые разные люди с самыми разными целями, которые нередко объединяются в группы и даже целые фракции, ведущие между собой войны. Бандиты и мародёры, воденные, сталкеры и наёмники, фанатики из Монолита и анархисты из Свободы. Никогда не знаешь, что у этих ребят на уме и что принесёт встреча с ними. Вдобавок, зона полна опасных аномалий, многие из которых невозможно заметить невооружённым взглядом. Да, и мутантов самых разных видов здесь предостаточно. Ну, в общем, ты и сам всё знаешь. Кроме оригинальных трёх частей, для серии доступно впечатляющее количество различных пользовательских модификаций, распространяемых совершенно бесплатно. Также с нетерпением ждём выхода Сталкер 2. А на этом у меня всё. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok